Самая жуткая медаль в Рио. Россиянка Анастасия Белякова в соревнованиях по боксу получила не только бронзу, но и тяжелую травму. Девушку увезли на инвалидной коляске уже после первого раунда с травмой локтя. Весе до 60 килограммов Белякова уступила француженке Эстель Масли. При этом на то, что случилось, зрители даже не сразу обратили внимание. Перед этим противница нанесла еще несколько ударов и только тогда россиянка закричала от боли. На помощь ей сразу же бросился судья и врачи. У Анастасии был болевой шок. В итоге девушку увезли с ринга на кресле. Организаторы Олимпиады даже не выключили веселую сопроводительную музыку. Ну просто, видимо, не догадались. Эта травма может привести к завершению карьеры Беляковой. Об этом рассказали в Федерации бокса. Там заметили, что без операции тут не обойтись. И, скорее всего, на ринг спортсменка больше не выйдет. Беляковой 23 года. Она родилась в Златоусте. Девушка чемпионка мира, Европы и победительница европейских игр, а также заслуженный мастер спорта, но теперь еще и олимпийский призер. В 9 лет девочка осталась сиротой. Ее опеканом была бабушка. Сейчас Белякова живет вместе с ней и старшей сестрой. Боксом спортсменка занимается с 13 лет. Кстати, в этот вид спорта она перешла из лыжных гонок. И сейчас у нас на прямой связи спортивный врач Мирзалий Самедов. Мирзалий Аждерович, я вас приветствую. Вот все-таки вы нам объясните, будет, значит, для нее травма локтя завершение карьеры? Или все-таки есть шанс на выздоровление и восстановление в спортивном смысле? Добрый вечер. Я смотрел этот бой, конечно. Она очень хорошо начала. И такая, не локтное движение какое-то. И там просто еще закрыли, не видно было, сквозь там выпячивал суставы или нет. Но вывих локтевого сустава, это травма локтя, требующая неотдорожного лечения, фиксации и восстановления. Трансмирный сустав, значит, надо будет выправляться и мобилизоваться гипсовой повязкой на период от 7 до 14 дней. Обычно так делается. И назначается потом, после этого, фидиопроцедура и лечебная физкультура. Сложность всего процесса восстановления зависит от подвижности локтевого сустава. Значит, симптомы какие там были, вы видели, да, как она закричала? Ну да, выбит локтевой сустав, вот такая информация. Да, боль, симптомы. Потом выраженная и заметная при визуальном осмотре деформация сустава, значит, выпять плыть кость прям из локтевого сустава. Ограничение подвижности и отек. Отек развивается сперва в сторону плеча, а потом в сторону кисти в двух направлениях. Ну, обычно так. Все зависит от того, мы просто знаем, где вывих локтевого сустава. Там связки порваны. Это уже там в дальнейшем, если делать обследование, обычно сразу делается рентген обследования. И смотрится, на какой стадии находится впечатленные кости в локтевом суставе. Ну вот смотрите, 23 года всего спортсменке. Она молодая, здоровая, сильная, да, и суставы наверняка у нее очень подвижные, поскольку тренировки, и вы понимаете. Но вот есть ли надежда на спортивное восстановление? Потому что уже федерация бокса сказали, что, скорее всего, на реконажа не выйдет. Я извиняюсь, они поспешили с диагнозами, с выводами. Для этого сперва там, естественно, наверное, там оказали ей первую помощь. Под наркозом это делается, устанавливается, значит, головка кости на место сустава. Растягивают и направляют головку в правильном расположении, внутри суставной стульки. Для растягивания сустава локти сгибают, несколько возможно. Дальнейший манипулятор появляется уже в камне врача. Сгибается и вставляется головку на место. У меня такая же травма была у вратаря, у меня сборной команды России, бразильца Густава. Мы закачали, но у него более сложная была на чемпионате Европы, получила такую же травму. Без операции закачали, сделали правильное восстановление, физиопроцедуры. Он сейчас едет на чемпионат первых в составе сборной команды России по меню футболу в Колумбию. Вы, по крайней мере, подарили болельщикам надежду, что спортсменка наша восстановится и дальше будет биться. Я думаю, что у нас все будет нормально. Самое главное, определиться, поставить правильный диагноз. И самое главное, это процесс восстановления, реабилитации. Ну вот сколько он займет приблизительно? Вот какие сроки? Я думаю, что 2-3 месяца вот так. Ну это не страшно. То, что вы говорите, в общем-то, не так все и плохо. Я думаю, что, вот как я видел, я сам видел, по телевизору смотрел, это свой. Я думаю, что, я думаю, что, ну там есть травма, но она, думаю, через 3 месяца уже начнет потихонечку двигаться. Ну будем надеяться, что ваши прогнозы будут более верные, чем у федерации бокса, которые, я напомню, говорили о том, что, скорее всего, на ринг она больше не выйдет. Спасибо. На прямой связи со студией был спортивный врач Мирзалий Самедов.